Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. В своем январском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин большую часть своего выступления посвятил проблемам образования. Он коснулся и вопросов горячего питания в образовательных учреждениях, строительство новых школ и дошкольных учреждений, зарплат учителей и многих других тем. Сфера образования очень волнует не только руководство страны, но и в большей степени рядовых граждан. О некоторых аспектах образовательного процесса в Ленинском городском округе мы поговорим с нашей гостьей, начальником управления образования администрации Ленинского муниципального района Светланой Ломаковой. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, наверное, перед тем, как мы начнем, мы посмотрим один сюжет, он непосредственным образом относится к тому, о чем мы будем говорить далее, тем более он такой хороший, позитивный и интересный. А перед сюжетом я хотела бы добавить. Андрей Юрьевич Воровьев в своем обращении к жителям Подмосковья также уделил особое внимание вопросам образования. И такое пристальное внимание к вопросам образования не может нас не радовать, поэтому я сегодня готова ответить на все ваши вопросы. Отлично. Что ж, давайте посмотрим сюжет. В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его произведения до сих пор будоражат сердца миллионов. Равнодушными не смогли остаться и организаторы ежегодного мероприятия «Музыкальная гостиная». В этом году оно посвящено творчеству выдающегося композитора. «Музыкальная гостиная» помогает ознакомить детей с миром классики, поэзии, помогает им влиться в мир прекрасного, узнать больше о нашей истории великой, художественной. Это праздник для детей, который они надолго запомнят практически на всю свою жизнь. С большой ответственностью к мероприятию отнеслись воспитанники детского сада номер 7 «Лесная сказка». Вместе с музыкальным руководителем они не одну неделю разучивали русский танец под музыку из балета «Лебединое озеро». «Чайковский» – это очень высоко, это здорово. Вы знаете, с каким удовольствием дети готовились под эту музыку. Они с каким вниманием слушали ее. И я думаю, что это всегда детям принесет пользу. «Музыка Чайковского – это моя жизнь. Она мне нравится, очень красивая, хорошая. Меня там вдохновляет тоже скрипка, очень красиво играет». Чтобы поздравить ребят с еще одним удачно проведенным концертом, мероприятие посетил глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Он отметил важность продолжения этой славной традиции, которая в Ленинском городском округе зародилась три года назад. «От композитора к композитору, от автора к автору. И вот так, ежегодно, переходя от одной темы к другой, мы знакомим детей с творчеством великих людей. Я вам скажу по секрету, дети, что вы слышите меня? Да! Молодцы! Мы иногда на этих гостиных узнаем что-то новое и для себя. Мы взрослые». С каждым разом число участников мероприятия увеличивается, да и желающих посмотреть на выступления юных артистов тоже растет. Поэтому в этом году музыкальную гостиную было решено провести в стенах Видновской 10-й школы, в которой один из самых больших актовых залов города. По окончанию праздника всем выступающим были вручены памятные подарки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Итак, в сюжете, который мы только что посмотрели, вернее, в мероприятии, участвуют дети, наверное, подготовительных групп в основном. То есть это взрослые дети, которые готовятся пойти в первый класс. Но до этого их родителям необходимо предпринять определенные шаги. Итак, первый, наверное, наш вопрос – это касается записи детей в первый класс. Как происходит процесс и что нужно сделать, собственно, родителям? Запись в первый класс осуществляется в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. То есть подать заявление могут родители либо законные представители. И самое главное, что запись начинается с 1 февраля, с 0 часов. Могут подать заявление граждане, проживающие на закрепленной территории за определенными образовательными организациями. И завершается для граждан, проживающих на закрепленной территории запись 30 июня. А какие документы необходимо родителям подать в электронном виде? Да, к заявлению также прикрепляются еще и сканы документов. Это документ, подтверждающий личность заявителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. И для иностранных граждан документ, подтверждающий родство заявителя и законность пребывания на территории Российской Федерации. То есть этим процесс ограничивается? Или нужно будет предоставить и, собственно, настоящие документы подлиннее? Да, это обязательно. В течение трех рабочих дней после подачи электронного заявления необходимо представить оригиналы документов в общеобразовательную организацию. Если оригиналы документов не предоставлены, то заявление не подлежит дальнейшему рассмотрению. И затем в течение семи рабочих дней образовательная организация принимает решение о зачислении ребенка, о чем родители уведомляются по электронной почте, поэтому очень удобно. Ну, несмотря на наш, скажем, такой продвинутый век, все равно существуют люди, которые не знают, как пользоваться интернетом. Какие бы вы им советы могли дать, им как поступить? То есть обратиться, может быть, к знакомым или как? Ну, все поступают как бы... Ну, в принципе, таких людей совершенно немного. Мы готовы всегда дать разъяснение. И в нашем отделе специалисты. Ну, и можно в МФЦ обратиться. Там есть специалисты, которые сориентируют и помогут подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Ну, еще немаловажный вопрос. Как и где можно узнать, в какой школе прикреплен ребенок? Да, информация о закреплении общеобразовательных организаций за определенными территориями, она доступна всем. Она обязательно вывешивается на стендах общеобразовательной организации, на сайте. На сайте управления образования она также имеется. То есть правильно я понимаю, что ни в какую другую школу, кроме закрепленной, ребенок пойти не может? Или есть какие-то исключения? Ребенок может пойти только после 30 июня и на свободные места. Если в школе будут иметься в тот момент свободные места, то родители могут спокойно подать заявление. Отлично. И оно будет рассмотрено. Я думаю, мы полностью раскрыли эту тему. Здесь я еще хотела бы добавить, что в этом году на 2020-2021 учебный год планируется зачисление 2500 первоклассников. Вот в настоящее время подано уже 2064 заявления и зачислено 2011 детей. Поэтому я думаю, что в этом году мы выполним план. Так же, как и в прошлом. То есть где-то пока еще гуляют и раздумывают всего лишь 400 с небольшим человеком. Ну, чуть, да. Вот так. Ну и, видимо, всем хватит места в школах, как я понимаю. Это безусловно. Хорошо. Сейчас мы коснемся еще одной немаловажной, я думаю, в том числе и для родителей темы. Это тема ЕГЭ. Единый государственный экзамен. И как раз вот именно родители в нашем сюжете попробовали на себе, каково это, под пристальным наблюдением учителей, сдавать этот экзамен. Давайте посмотрим сюжет. Хорошо. По инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки четыре года назад в России стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменный процесс волнительный. Часто именно этот фактор влияет на конечный результат. Поэтому подготовке к единому государственному экзамену уделяется столько внимания. Необходимо, чтобы все понимали порядок проведения экзамена, чтобы для детей был создан хороший психологический климат. И помочь в этом, конечно же, должны родители и общественность, чтобы все понимали, что порядок совершенно конкретный, что он определен, его нужно выполнять, и что ничего он с собой страшного не представляет. Поэтому для того, чтобы дети наши успешно и хорошо сдали ЕГЭ, для этого родители тоже должны быть в курсе, как он осуществляется. Сегодня здесь созданы все условия, с которыми выпускники столкнутся во время сдачи ЕГЭ. Неиспользуемые помещения опечатаны. В целях обеспечения максимальной открытости сдачи экзамена опечатаны и все шкафы. Создан питьевой режим. Ровно в 9 начинается запуск выпускников. По предъявлению паспорта мы проверяем распределение в пункт. Далее участник проходит через рамку металлоискателя, где мы проверяем на наличие мобильных устройств. Участники проходят в своей аудитории согласно распределению. В 9.50 начинается первая часть интерпортажа. Ровно в 10 начинается печать материалов, что гарантирует полную честность, объективность, открытость экзамена. В Ленинском городском округе акция проходила на базе Видновской школы номер 5. Сюда были приглашены все желающие родители, выпускников со всего муниципалитета. Ощутить себя 11-ти классниками захотели около 70 человек. Сдавали они в этот день экзамен по истории. Тема – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это очень хорошая идея, потому что на самом деле я сама мама выпускника будущего. Это очень волнительно. Мы очень переживаем. И вот даже сейчас идет процедура, да, ну, как бы она не настоящая. И у нас очень много вопросов у родителей на данный момент возникает. Будет ли какая-то помощь, выйти из аудитории, помощь, оказана ли будет педагога. То есть, ну, это очень хорошо. Длятся экзамены по-разному. В зависимости от предмета. Но не меньше трех часов. Родители же справились с заданием по истории за 30 минут. Отмечают, что было непросто. Есть к чему стремиться. Но все сходятся в одном. Акция нужная и полезная. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Тем, кто только что присоединился к нам, я хочу сказать, что сегодня в эфире телекомпании «Видное ТВ» мы беседуем с начальником управления образования администрации Ленинского района Светланой Ломаковой. В течение нашего эфира на экранах вы видите телефоны, по которым вы можете позвонить. Оператор передаст их мне на компьютер, и я их задам нашей гости. Также вы можете задать любые вопросы в социальных сетях. Светлана Евгеньевна, перейдем к следующему вопросу. Как я понимаю, существует государственная итоговая аттестация. В каких формах она проводится и в какие сроки? Освоение программ основного общего образования и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. В 11 классе государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена ЕГЭ. В 9 классе проводится основной государственный экзамен ОГЭ. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, проводится государственный выпускной экзамен. Скажите, а допуском, существует какой-то допуск вот к этому экзамену, какие-то условия? Допуском к экзамену является итоговое сочинение. Прежде чем я расскажу об итоговом сочинении, я хотела бы вам сказать о том, что в настоящее время совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Рособранадзора утверждено расписание экзаменов. В этом году единый государственный экзамен будет проходить в три этапа. Так же, как и всегда, это досрочный период. Он будет проходить уже с 20 марта по 13 апреля. Основной период с 25 мая по 29 июня. И дополнительный период с 4 сентября по 22 сентября. Вот эти три этапа, они традиционные. И начнется досрочный период с экзамена по географии и литературе. А для кого вот эти, то есть, кто, какие ученики сдают в досрочный, в основной? В досрочный период обычно сдают выпускники прошлых лет. Основной экзамен – это выпускники текущего года, естественно. Выпускники прошлых лет также могут сдать еще в резервные дни основного периода. Ну, а уже вот там дополнительный период – это для тех, кто, допустим, по болезни пропустил какие-то экзамены, либо получил неудовлетворительный результат. Поэтому этот порядок сохраняется в настоящее время. И мы с вами сейчас можем уже перейти к итоговому сочинению, потому что его в этом году писали 735 учащихся. Достаточно успешно оно прошло. Три даты существуют написания сочинения итогового, поэтому возможности есть как бы справиться с этой задачей. Вот на сегодняшний день только всего один обучающийся должен писать в майские сроки изложения. По причине здоровья. Поэтому я думаю, что мы успешно выполнили эту задачу. Тем более 97 учащихся у нас получили зачет по пяти критериям. Это, в принципе, хороший результат. А что это значит, зачет по пяти критериям? Ну, потому что оценивается изложение. Каждое задание, в общем, существует пять критериев, по которым нужно получить зачеты. Ну, либо, да, и общий зачет, конечно, естественно. А вот те дети, которые получили по всем пяти критериям зачет, это высокий результат. Отлично. Скажите, а сколько учеников примут участие в ЕГЭ вот в нынешнем году, и как он будет проходить? Ну, дело все в том, что, да, вот сочинение пишут еще и те люди, которые к нам поступают. Вот прием, дата приема подачи заявления, она продолжалась до 1 февраля, то есть уже теперь завершился прием заявлений. Мы можем сказать, что в этом году ЕГЭ у нас будут сдавать 737 человек. То есть это из обучающихся в 11 классах? Да, это все обучающиеся в 11 классах. Какие-то пункты дополнительные будут открыты по проведению экзаменов? Ну, в настоящее время у нас функционируют 4 пункта проведения экзаменов. Это в Винновской школе номер 4, в Винновской школе номер 5, в Винновской школе номер 9, в Винновской гимназии. Но, учитывая рост количества обучающихся, в этом году будет открыт еще один пункт в Винновской школе номер 11. 9 аудиторий будут оборудованы для проведения единого государственного экзамена. А вот интересно, какие предметы популярны учеников именно для сдачи ЕГЭ? Ну, вы знаете, вот уже в течение нескольких лет самым популярным предметом является общество знания. Вот из этого количества выпускников, которые будут сдавать, более 400 выбрали именно общество знания. Ну, и по степени популярности более 100 человек выбрали и английский язык, и информатику, и кат, и биологию, и историю. Вот эти предметы наиболее популярны в этом году. Хорошо. А к нам уже начали поступать вот первые вопросы. Когда в седьмой школе будет решен вопрос со второй сменой? Дети начальных классов учатся во второй смену, когда им делаются уроки, они приходят домой после 18.00. Школа переполнена. Да, это единственная школа в нашем районе, в которой дети обучаются и во вторую смену. 320 человек. Поэтому вопрос со второй сменой будет решен, когда будет открыта пристройка Квидновской гимназии. Должно завершиться строительство к концу этого года. Ну и мне просто житейская логика подсказывает, отвечая на первую часть вопроса, видимо, делать его с утра. И уроки я имею в виду. Именно так. Видимо так. Такой вариант. По-моему, он просто единственный. Нона Болдырева задает нам вопрос. К сожалению, не все подписываются. Кстати говоря, дорогие друзья, оставляя свои вопросы, вы можете оставить телефон. У нас не всегда позволяет эфирное время ответить на все из них. Поэтому мы их обязательно передаем нашему гостю. И чтобы была обратная связь, лучше всего указывать телефон или электронную почту. Итак, еще один вопрос от Ноны Болдыревой. ЖК «Зеленая аллея». Всего один день в месяц продаются талоны на питание. Очень неудобно. Можно ли сделать этот процесс более удобным? Может, несколько раз в месяц. Да, вопросы к питанию мы еще коснемся. Вот в нашем разговоре, я думаю. Потому что эта тема сейчас очень актуальна. Естественно, сейчас родительский контроль усилен за питанием. И все предложения и просьбы мы, конечно же, учтем. Поэтому мы обязательно возьмем этот вопрос в работу. И если это неудобно родителям, то подумаем, как сделать так, чтобы было всем удобнее. Мы продолжим наш разговор. Экзамены ждут выпускников девятых классов, как мы понимаем. Расскажите, как будет происходить этот процесс в 2020 году? Ну, процесс проведения основного государственного экзамена, он приближен к процедуре единого государственного экзамена. Поэтому выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета и два предмета по выбору для получения документа об уровне образования. Этот момент, он всех понятен. Выпускники девятых классов, они должны подать заявление на прохождение экзамена до 2 марта включительно. Поэтому еще время есть. А какие предметы по выбору могут они сдавать? Ну, они также могут сдавать предметы по выбору и физику, и математику, и английский язык, и историю, и общество знания. То есть, все те предметы, которые они изучают. Как я понимаю, у них нет такой обязанности, как написание сочинения? Итоговые собеседования по русскому языку являются допуском для выпускников девятых классов. Вот. И в этом году участвовали в итоговом собеседовании 1697 обучающихся. Ну, здесь немножко процент не получивших зачет повыше. 43 человека будут вот 11 марта еще раз давать итоговое собеседование. Но мы надеемся, что результат будет успешным. Потому что среди этих детей, которые не сдали, есть дети, которые по уважительной причине не смогли присутствовать, есть те, которые получили незачет. И 43 человек, 25 получили незачет. И у них есть возможность сдать 11 марта еще раз собеседование. И еще есть майские сроки, 18 мая. Также можно будет сдать этот экзамен. А в этом процессе какие-то новшества появились в этом году? Будет какая-то разница вот с прошлым сезоном? В этом году для выпускников девятых классов в самих заданиях в проведении основного государственного экзамена, конечно, могут быть изменения. И будут. Потому что это те дети, которые с первого класса обучались по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Вот акцент в которых сделан, естественно, на системно-деятельностный подход. Поэтому здесь будут оцениваться не только знания по конкретным предметам, но и метапредметные навыки. Поэтому будут и такие задачи, такой направленности, именно функциональной грамотности. А вы, может быть, как специалист, можете как-то оценить, ну, скажем, качество образования школьников? Оно растет? Оно, в принципе, стабильно с годами? Оно падает? Потому что, знаете, как вот очень любят, особенно в социальных сетях, обсуждать, что вот образование у нас такое, растакое, да и сами школьники больше в интернете сидят, ничем не занимаются. Вы, как специалист, можете отметить какие-то тенденции, положительные или отрицательные в этой области? Ну, задача повышения качества образования – это одна из наиболее важных задач, которая перед собой видит вообще система образования. Существует целая система оценки качества образования. Вот в том числе и государственная итоговая аттестация, также является внешней оценкой качества образования. Кроме этого, проводятся всероссийские проверочные работы, проводятся международные исследования, национальные исследования качества образования. И совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособранадзора 6 мая 2019 года введена новая общероссийская оценка качества образования по модели ПИЗа. Это предполагается по данному международному исследованию изучение освоения учениками, достигшими 15-летнего возраста, вот именно функциональной грамотности, навыков креативного мышления, навыков разрешения проблем. То есть это вот такой уже деятельностный подход. Ну а что касается качества образования, в общем-то мы можем сказать о том, что в принципе в районе у нас повышается качество образования. Это говорит о том, результаты наших выпускников, когда мы анализируем результаты государственной итоговой аттестации, то мы видим рост качества образования, количество стоп-бальников, количество медалистов с каждым годом повышается. Ну как я понимаю, этот показатель косвенно отражает еще участие во Всероссийских олимпиадах школьников. То есть это вот тоже у меня есть несколько вопросов. То есть правильно я понимаю, что такое массовое мероприятие по работе с ударенными школьниками? Как происходит процесс? Да, Всероссийская олимпиада школьников, она продолжается практически с сентября по май. И она происходит в несколько этапов. Муниципальный этап, ну начинается все со школьного этапа, конечно, затем муниципальный этап, региональный этап и заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который дает возможность, имея диплом победителя или призера этого этапа, поступить в любой университет. И кроме того еще можно получить премию правительства Российской Федерации за победу в заключительном этапе. Но, значит, здесь у нас такая ситуация. Во-первых, результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников, этот показатель включен в рейтинг оценки деятельности органов местного самоуправления. Поэтому здесь мы тоже, конечно, наращиваем темпы, наращиваем эффективность этой работы по подготовке школьников к олимпиаде. Вот, значит, уже завершился в настоящее время региональный этап. Он продолжался с 13 января по 20 февраля. Еще результаты нам не все известны. Но вот уже в настоящее время мы знаем о том, что у нас 27 призеров и 7 победителей. Но если для сравнения, то в прошлом году было 24 призера и 3 победителя. Но дело все в том, что мы, конечно же, хотим, чтобы у нас были победители заключительного этапа олимпиады, потому что все-таки это самый значительный, значимый этап. И надеемся, что они у нас, конечно же, будут. Ну, а вот, извините, немножко перебью. А есть какие-то, может быть, действительно учебные заведения, которые показывают наилучшие результаты? То есть мы понимаем, что наверняка во многих учатся одаренные дети, но, может быть, есть как-то локализованно кого-то. Можете отметить? Да, я, конечно же, прежде всего хочу отметить Винновскую гимназию. Педагогический коллектив Винновской гимназии подготовил победителей олимпиады. У нас есть победители по русскому языку, мировой художественной культуре, литературе. И уже в настоящее время есть 10 призеров именно из Винновской гимназии. Затем победители регионального этапа в этом году есть и в Винновской школе номер один, и в Развилковской школе. Поэтому я хочу поблагодарить очень педагогический коллектив школы, администрацию школы, что уделяет такое большое внимание подготовке детей. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов, и чтобы эта работа усиливалась, и мы получали результаты еще более высокие. Ну, а мы будем за всех держать кулаки, соответственно. Да, спасибо. Прежде чем перейдем к следующей теме, я попрошу нашего режиссера показать еще один сюжет, который посвящен одному из проектов серьезных, глобальных, масштабных, всероссийских проектов, который стартовал буквально совсем недавно, чуть больше, по-моему, года назад. Давайте посмотрим. В конце сентября в 50 регионах России в рамках федеральной программы «Современная школа» были открыты центры образования «Точка роста». Их цель – развитие компьютерной грамотности, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. По-новому дети находятся на уроках. По-новому дети занимаются в кружках дополнительного образования. Ребенок может не просто сидеть за партой, он может посидеть на пуфе. Это тоже учебное место. Он может замечательно что-то делать в мастерской, он может стрелять из лука, он может сидеть за столом, играть в шахматы. Изначально в центре «Точка роста» Бутовской школы номер 2 шло преподавание предметов технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Но уже сейчас здесь проводятся, например, уроки физкультуры. Ведь шахматы – тоже спорт. Урок физкультуры идет. Они у нас здесь занимаются каждый день практически. Приходят по 15-20 человек каждый день занимаются. Всем нравится. Ежемесячно порядка полутора тысяч учеников посещают центр «Точка роста». Все преподаватели прошли предварительную подготовку и постоянно повышают свою квалификацию на различных образовательных семинарах. На уроке информатики, который идет в настоящий момент, ученики решают не абстрактные, а вполне конкретные задачи. Ребята учатся программировать на простом языке «Скретч» – среда программирования. И учатся создавать анимации. В данном случае мы создаем простую игру. «Точка роста» послужила толчком и к развитию школьного самоуправления. Умит Алагбаров – президент совета школы, который также заседает в одном из помещений центра. Здесь ребята придумывают и воплощают различные социальные и учебные проекты. Мы управляющим советом собираемся два раза в неделю именно в этом помещении и обсуждаем различные школьные дела, решаем задачи, придумываем проекты. И самое главное – мы можем не только придумать, мы можем их и реализовывать. Скоро в этих стенах начнется работа еще над одним интересным проектом. Юрий Шиловский – преподаватель предмета технологии. Также он создатель одной из модификаций спортивного лука. Идеей сделать собственное высокотехнологичное изделие он заразил и учеников, и преподавателей точки роста. С этого года разрешена охота из лука. И многие охотники захотят иметь удобный, комфортный, облегченный вариант лука для того, чтобы можно было пойти и на охоту, ну и, естественно, поучаствовать в соревнованиях с легким изделием. Работа найдется всем, чтобы создать действительно качественный лук. Необходимы и инженерные расчеты, и создание чертежей. Кстати, придется и 3D-принтер, который есть в распоряжении сотрудников точки роста. После этого, собрав изделие, мы получаем в уменьшенной форме прототип лука. Таким образом, на уроках технологии можно не только заниматься реальным проектом, но и поддерживать физическую форму. Ведь для того, чтобы сделать хороший, качественный лук, необходимо и самому уметь из него стрелять. К практической реализации проекта ученики и преподаватели центра «Точка роста» приступят уже в ближайшее время. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Итак, как мы увидели, проект «Точка роста» активно развивается, то есть прошел год. Есть какие-то уже, может быть, предварительные итоги вот этого развития? Ну, еще не полный год прошел, да? Проект, федеральный национальный проект «Современная школа», в рамках которого открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Бутовской школы номер 2, открыт 24 сентября 2019 года. Открыт именно с той целью, чтобы обновить содержание образования таких предметов, как технология, ОБЖ, информатика, также внеурочная деятельность, чтобы развивалась наиболее активно по программам дополнительного образования. Значит, Центр этот создан в школе на площади порядка 200 метров, поэтому там располагаются четыре зоны. Вот зона предметная для каждого из названных мной предметов, и еще зона каворкинга, где есть шахматная гостиная и медиазона. Поэтому, естественно, Центр оснащен современным оборудованием. Конечно, это очень усиливает мотивацию детей к обучению. Естественно, и результаты, и качество образования при этом только повышаются. Поэтому, когда интересно, я думаю, что все это оборудование, и 3D-принтеры, и конструкторы по робототехнике, и интерактивные комплексы, и панели. И имеется также очень интересный шлем виртуальной реальности с ноутбуком и планшетом. Это тоже и квадрокоптер также входит в перечень оборудования. Поэтому оснащение самое, конечно, современное, и дети с удовольствием занимаются. И могут вести и проектную деятельность. Поэтому там очень интересно бывать в этом центре, даже нам всегда. Поэтому всегда сами там узнаем что-то новое на самом деле. Ну, как я понимаю, наверное, проекта не будет в таком застывшем виде. Видимо, предусмотрено какое-то развитие. Какие планы по развитию проекта? Да, существует план развития этого проекта. В общем-то, все сельские школы, я думаю, что смогут получить именно такой центр цифрового и гуманитарного профилей. Вот в этом году, например, проект будет реализовываться в Аладарской школе. И также, кроме всего прочего, у нас также в этом году будет реализовываться и открываться центр цифрового образования в Лопатинской школе, которая называется IT-куб. Там дети будут учиться к программированию конкретной и приобщаться к знаниям в IT-области. Примерно с какого класса дети начинают заниматься такими довольно серьезными дисциплинами, современными дисциплинами? Дело все в том, что основная школа в основном этим занимается. Но, в общем-то, если есть какие-то кружки по интересам, которых могут посещать все дети, которые учатся в данной школе. Ну, я думаю, опять же, эту тему мы осветили. И сейчас будет, наверное, одна из самых интересных тем, которая касается питания. И опять же, прежде чем мы начнем о ней говорить, я предлагаю посмотреть сюжет, который мы сняли совсем недавно. Перемена в школе – повод не только отдохнуть, но и подкрепиться. Но не только детям подают сегодня кашу. За отдельным столом расположились мамы учеников школы. Они – члены общественной комиссии, которая следит за качеством пищи, подаваемой в школьной столовой. Причем инициаторы подобной проверки – сами работники школы. Просила классная руководительница поучаствовать в общественной комиссии по дегустации. Мы были записаны на завтрак. Еще и бывает дегустация обеда. Мы записаны на завтрак. Традиция привлекать родителей к контролю за качеством школьного питания существует в Ленинском муниципалитете уже несколько лет. Во всех школах для тех, кто изъявил желание быть дегустаторами, составляется график. Пока нареканий к пище не было. Кто-то может прийти во время обеда, кто-то может прийти с утра. Поэтому по желанию родителей мы составляем такой график, который им самый удобный. На школьный сайт периодически поступают письма от родителей, где благодарят за еду, которая готовится в школьной столовой. Слова директора подтверждает и одна из дегустаторов. Детям нравится. Вот всегда, когда приходят домой, им нравится школьное питание. Всегда они сытные, у меня и на продленке остаются, и кушают тут. Все им нравится. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разработан список дополнительных предложений по повышению качества питания в школах. Сейчас столовые подмосковных школ обслуживают около 100 поставщиков питания. С февраля будет составляться их рейтинг, учитывая отзывы родителей учеников. В настоящее время на родительских собраниях проводится работа, чтобы как можно больше родителей приходили, проводили дегустацию блюд и оценили качество питания. Только все вместе мы сможем организовать питание должным образом. Тем временем дегустация подошла к концу. В специальном журнале все члены общественной комиссии оставляют свои рекомендации, пожелания и претензии. Правда, и в этот раз их нет. Все отлично. Все чисто, вкусно. Все хорошо. Я, честно, первый раз пробую гречневую кашу сладкую. И шикарно. Из более чем 24 тысяч учеников Ленинского городского округа, 21 тысяча питается в школьных столовых. Сотрудники отдела образования, администрации муниципалитета подчеркивают, что всегда готовы выслушать вопросы и пожелания родителей учащихся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Горячее питание. Это наша общеобразовательная и образовательная организация. А как происходит процесс поставки и дальнейшего приготовления еды? Как я понимаю, это как-то полуфабрикаты или как это происходит? Нет. У нас, во всяком случае, из 22 учреждений в 19 имеются пищеблоки, на которых и происходит приготовление пищи. То есть помещение пищеблока и оборудование технологическое сдается в аренду операторам питания. И, в общем-то, приготовление пищи происходит именно на пищеблоке. В Московской области буквально с этого года стартует программа, когда можно родителям принять участие в дегустации той пищи, которую дают детям. Но, как я понимаю, в Ленинском районе эта традиция намного глубже. И делается это уже не первый год. Да, действительно. В обращении губернатора и в послании президента Российской Федерации мы все услышали о том, что будут обеспечиваться школьники начальных классов горячим питанием. У нас учащиеся первого и четвертого класса обеспечиваются горячими завтраками уже достаточно длительный промежуток времени. Также дети могут льготных категорий, могут обедать в школе бесплатно. А все остальные могут приобрести завтрак и обед. То есть горячим питанием охвачены 89% обучающихся. Вот в настоящее время. А вот, как мне стало известно, 27 февраля 2020 года состоится встреча руководителей школы с участием представителей родительских комитетов по обсуждению вопросов организации горячего питания. Почему для вас так важно привлекать родителей к этому вопросу? Да, действительно, как раз эта встреча состоялась сегодня, она уже завершилась. Да, да. Поэтому и действительно родительский контроль для нас очень важен. Обеспечить нужно не просто питание, обеспечить нужно качественное, здоровое, сбалансированное питание. Поэтому за этим очень нужно внимательно следить. И кто вот, как не родители, да, лучше знают, что полезнее их ребенку. Поэтому родительский контроль должен работать в очень тесном взаимодействии с общеобразовательным учреждением. Поэтому только совместными усилиями, я думаю, мы сможем добиться именно качественного питания. Ну, о детях и даже родителях учеников мы поговорили. А как вот у нас обстоят дела с кадрами? То есть привлекаются ли новые специалисты? Есть ли какие-то способы социальной поддержки от молодых учителей? Да, в настоящее время кадры у нас имеются. Вакантных должностей в образовании не так уж много. В общем-то, все вакансии практически закрыты. Но дело все в том, что наша задача привлекать квалифицированных кадров и их удерживать. Потому что те задачи, которые перед нами сейчас стоят, да, те, которые я обозначала ранее, они требуют очень квалифицированных кадров. Поэтому поддержка педагогических работников, она ощущается, она также у нас сохраняется длительное время на определенном уровне, и она еще и увеличивается. Вот я могу сказать, что, например, классные руководители у нас уже получали 6 тысяч рублей, а теперь вот в связи с посланием президента они будут получать еще не менее 5 тысяч рублей. Молодые специалисты у нас также получают из областного бюджета 6 тысяч рублей и единовременно 150 тысяч в течение трех лет, вот первых трех лет, в которые они работают. И муниципальная доплата молодым специалистам также имеется, она составляет 5 тысяч рублей, и все эти выплаты сохраняются. Кроме того, поддержка еще оказывается и в плане обеспечения жильем. Во-первых, в Ленинском районе служебное жилье выдается регулярно, и достаточно большое количество квартир, и это позволяет удержать и сохранить наиболее квалифицированные кадры. Значит, программа «Социальная ипотека», подпрограмма «Социальная ипотека», государственная программа Московской области «Жилище» тоже стартовала в 2016 году. Наш район принимает очень активное участие, и 10 учителей у нас уже получили квартиры по данной ипотеке. Здесь очень интересная схема. Учитель выплачивает только проценты по кредиту, а оплата жилья осуществляется из бюджета Московской области. Поэтому тоже вот это наиболее востребованная категория учителей, которые могут принять участие в ипотеке. И вот буквально с прошлого года еще и воспитатели дошкольных образовательных учреждений также могут улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье. К сожалению, время нашего эфира буквально подходит к концу. Стангин, спасибо, что пришли к нам на эфир. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы беседовали в прямом эфире телекомпании «Видное ТВ» с начальником управления образования администрации Ленинского муниципального района Светланой Ломаковой. С вами для вас работал Максим Козлов. До встречи. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»